Тель-Авив признан самым дорогим городом мира. Я Шалин, это Шалин Влог. Давайте разбираться, так ли это на самом деле и что вообще это значит. О да, эта новость действительно стала одной из самых обсуждаемых сейчас в Израиле. Выходит на первые полосы в СМИ. Люди пересылают это друг друга в сторис, в соцсетях. Так что да, какой-то общественный резонанс есть. Я думаю, что просто Тель-Авиву приятно стать хоть в чем-то первым в мире. Ну конечно же, коннотация у этого все печальная и люди в основном как бы над этим, можно сказать, подшучивают. В инстаграме сейчас даже запущен тег Тель-Авив the most expensive city и с этим тегом постят фотки всяких развалин, там не очень приглядных улиц и всякого трэша, которого в Тель-Авиве хватает, поверьте. И даже в других странах проявляют интерес к этой новости. Меня вот сегодня попросили прокомментировать это как эксперта украинскому каналу 1 плюс 1 по поводу того, действительно ли это так у нас все дорого. Ну сказал там пару слов. Да, всем привет Украина. Тель-Авив никогда не был дешевым местом для проживания. Нужно сказать, что все пошло не по плану. Я подготовился вообще от и до, но времени хватило буквально на то, чтобы удивить всех ценами на недвижку. Итак, давайте же сегодня в очередной раз покопаемся в этой теме и разберемся насколько у нас дорого, что именно, сколько в общем нужно денег иметь, чтобы жить в Тель-Авиве или же в агломерации Тель-Авив. Надеюсь, у вас крепкое сердце. Нам инфаркты не нужны. Сразу давайте проясним, в Тель-Авив действительно очень-очень дорогой город. Так было всегда. Это все было доказано по результатам исследования Economist Intelligence Unit, аналитический отдел Economist Group. Значит, ребята пишут, что в прошлом году первое место занимал Гонконг и Париж. Делили это место между собой, а теперь у нас Тель-Авив выбился в лидеры. Лондон по этому исследованию занимает только 17 место, Москва – 96. Это она уже поднялась на 10 строчек за год. Авторы исследования сравнили цены на товары и услуги в долларах США по 173 городам мира. Ну, понятно, все мы знаем, что Израиль и Тель-Авив в частности всегда были очень дорогими, дороже, чем многие страны, которые более, можно сказать, развитые, чем Израиль. Такая уж наша историческая доля. Самый ли дорогой Тель-Авив вообще во всем мире – это, конечно, смотря кого спрашивать и смотря что считать. Потому что есть исследования, вот на которые сейчас опираются все эти новости. А есть, например, сайт Намбео, в котором люди заходят и постоянно апдейтят цены на продукты, на услуги, на жилье. Это довольно-таки живые цифры, которые постоянно апдейтятся, и из них можно делать сравнение и понимать, что происходит вот прям сегодня. Так вот, по рейтингу сайта Намбео, на самом деле, Тель-Авив не самый дорогой город в мире. Есть города и дороже, но, опять же, смотря что мы смотрим, есть Бермуды, есть там всякие Тюрихи и сам Нью-Йорк по совокупности услуг и вообще проживанию в этом городе, он считается дороже. Так что, если верить их статистике, уровень жизни, который можно себе позволить в Нью-Йорке, примерно 23-24 тысячи шекелей в Израиле будет стоить 19. Разница небольшая, но она все-таки есть. Но тут, конечно, очень важно учитывать, что именно вошло в это исследование. На самом деле, давая интервью киевскому, самому главному, самому основному и, конечно же, самому известному телеканалу, было забавно посмотреть, что уровень жизни на те же самые 19 тысяч шекелей в Израиле в Киеве возьмет всего лишь 6 с лишним, там 6 с половиной, 6-800 тысяч шекелей. Зарплаты, вы скажете! Конечно же, в Израиле огромные зарплаты, но, как я часто говорю, мы много зарабатываем, но нам приходится много тратить. Так что Тель-Авив занял первое место по дороговизне жизни, это, так, в моем понимании, не совсем прям супероднозначно, но он все равно один из самых-самых дорогих городов в мире. И почему же эта ситуация усугубилась именно сейчас? Ну, во-первых, курс доллара. Сейчас курс доллара у нас 3.15, а был еще недавно меньше. Это один из самых низких курсов доллара за последнее десятилетие, уж точно. Поэтому, если пересчитывать в доллары, то стоимость нашей жизни сразу сильно повысилась. Плюс ко всему, рост цен по всему миру, конечно же, Израиль-то не обошло стороной. Рост цен на продукты сейчас достигает до 10%, как пишут в СМИ. Выросла цена на сырье, выросла цена на доставку в Израиль. А как вы знаете, Израиль не имеет нормальных сухопутных границ, которыми может пользоваться, поэтому все в Израиль доставляется по морю или же авиасообщениям. Сейчас любые пересылки контейнеров, товаров, мелких, больших посылок стало намного дороже, как мы все знаем. И из-за того, что внутреннее производство Израиля во многом опирается на внешние поставки сырья, то получается, что и внутри товар, производимый в Израиле, он еще вырос в цене. Процесс этот не закончен. Я уверен, что мы увидим рост и дальше в следующем году. Может быть, уже не такой резкий, но потихонечку это все будет еще повышаться. Плюс нельзя обойти стороной то, что на протяжении уже как минимум двух десятков лет в Израиле постоянно растет цена на недвижимость. Что бы ни происходило, война, катастрофы, пандемия, цена на недвижимость в Израиле растет. Кстати, если вы думаете, что израильтяне сами довольны тем, насколько они много зарабатывают, и как они много тратят, и как у них все дорого, и как прекрасно, и что о них пишут в СМИ по этому поводу, то на самом деле не совсем так. В Израиле периодически даже проходили уже в прошлом протесты против дороговизны жизни. Периодически эта тема всплывает в Кнессете, в парламенте израильском. Об этом говорят политики. Это как бы предмет для постоянных разговоров. Каждое правительство, которое приходит на смену предыдущему, оно обещает каким-то образом понизить цены в той или другой области. Иногда, очень редко это происходит, но в основном, конечно же, потом цены вырастают или же не получается вообще. Экономика есть экономика, она как живой организм. Но в связи с этим буквально недавно были уже несколько статей, где журналисты пытались подсчитать, сколько же нужно в общем полноценной израильской семье для полноценного, важно, полноценного проживания в Израиле. Почему я делаю такой акцент на слово полноценное? В каждой стране и, наверное, можно сказать, в каждом кластере доходов у людей есть какие-то определенные привычки и образ жизни, который считается нормой. То, что может быть для вас не считается нормой, может быть в Израиле считается и наоборот. То есть это тоже нужно учитывать. Так что понятие бедность и богатство, оно не константа, оно может просто отличаться от понятий той страны, того города, той прослойки, в которой живете конкретно вы. Итак, насколько же, насколько же дорого в Израиле? Думаю, это видео будет интересно в основном людям, которые живут не в Израиле, поэтому изначально я все цифры перевел в доллары. Слушаем. По усредненным подсчетам, семье из четырех человек, то есть два родителя и два ребенка, одного ребенка взяли школьного возраста, другого дошкольного возраста. Для полноценной жизни, как принято считать ее в Израиле, такой семье в месяц нужно приблизительно 8 тысяч долларов нетто. То есть, как мы знаем, налоги в Израиле также довольно-таки высокие. Чтобы заработать чистыми 8 тысяч долларов, вам нужно получить зарплаты приблизительно на 12 тысяч долларов. Ну, конечно, говорится, совокупная зарплата жены и мужа. И вы скажете, вы что, с ума сошли, что ли? Что вы туда запхали в эти суммы вообще? Если в общем рассказать, что входит в эту сумму, то это, конечно же, съем жилья не в Тель-Авиве, да, где-нибудь в агломерации. Это расходы на продукты, несмотря на цены на продукты. Разница в цене продуктов в Израиле может быть не такой большой, как, например, я видел в Киеве, да, где есть люксовые какие-то продукты, а есть народные. В этот бюджет входит владение и обслуживание машиной. Выход 4 раза куда-нибудь погулять вместе с семьей, то есть, да, там, в ресторан какой-нибудь или в парк развлечений. Входят расходы на учебу и на детский садик. Тысячу шекелей заложили в этом расчете на обновление техники в доме. Дальше связь, интернет, телефон, телевидение. Один раз поездка за границу. На это тоже заложено тысяча шекелей в месяц. А поездка за границу, нужно сказать, для израильтян это практически обезаловка. Опять же, сухопутные границы перекрыты. Страна очень маленькая, поэтому, чтобы увидеть что-то, кроме того, что вы уже видите всю свою жизнь, вам нужно просто выехать за границу. Возможно, вы скажете, это какая-то просто запредельная сумма. Как вообще семья может потратить эти деньги? Куда они их вообще девают? Что происходит? Чтобы не быть голословным, я взял и приблизительно, конечно, пересчитал свои расходы в месяц. Меня иногда спрашивают в видео, наш бюджет, сколько мы тратим. Часто со мной спорят, что можно тратить намного меньше. И я согласен, я знаю, как жить намного-намного скромнее в Израиле. Но поверьте мне, мы с Аленой живем в нашем понимании на каком-то базисно-среднем уровне. Пытаемся останавливать свои какие-то лишние траты. Абсолютно не гонимся и не покупаем бренды. Ну, разве что, наверное, совсем не экономим на еде. Окей, наши траты на двоих и на двух котов, они выходят где-то в 5000 долларов в месяц. Так что я вполне могу себе представить и поверить, что семье из четырех человек, возможно, родители себя в чем-то будут ограничивать, а детям давать больше. И в конце концов у них будет на 3000 долларов чистых расходов больше. Вполне логично. К сожалению, в этом видео мы не сможем проговорить просто все цены на все продукты и услуги. Но нужно понимать просто, что на какие-то, возможно, продукты у нас будут похожие цены. А то, что вам не очевидно, например, услуги, то, что вам кажется элементарным и дешевым, в Израиле это будет стоить космических денег. Когда мы говорим о Тель-Авиве, что же в Тель-Авив отличает от остальных городов в Израиле? Почему же у него пальма первенства по дороговизне? На самом деле это только из-за цен на жилье. В остальном Тель-Авив, в общем, более или менее такой же город, как и все остальные. Возможно, там нет таких особо крупных супермаркетов. Они строятся в основном там, где есть место, немножко подальше, чем сам Тель-Авив. И нужно понимать, что Тель-Авив это довольно такой маленький пятачок, окруженный городами-спутниками, которые, в общем-то, уже слились воедино. И это довольно-таки большая агломерация. Но разговор сейчас именно о Тель-Авиве. Давайте пройдемся по ценам на жилье. Какая самая минимальная сумма позволит вам расположиться и проживать в Тель-Авиве? Я вам скажу. Тысяча сто долларов. Ну, так вот, приблизительно, да? Что вы получите за эти деньги? Очень маленькую, небольшую квартиру-студио. Это будет квартира без отдельной комнаты-спальни. Это вам гарантирую. Меньше, чем за тысячу долларов найти невозможно просто ничего. Просто ноль. Тут нужно еще учитывать, что Тель-Авив, он довольно-таки разный. И есть новое жилье, которое стоит просто бешеные запредельные деньги. И есть очень много старого жилого фонда. Очень-очень старого. Этот старый жилой фонд очень часто разбит на квартиры-разделенки, как мы их тут называем. Это такое, как бы, в моем понимании, даже неполноценное жилье. Но что делать? Туда едет много молодежи. Им, в принципе, все равно, в чем жить. И главное, чтобы они могли заработать эту тысячу долларов и потратить ее на квартиру-студио. Да. То есть, да, за эту сумму вы получите абсолютно базисное, возможно, не совсем комфортабельное и очень старое жилье. Тут еще маленькая ремарочка. В Израиле квартиры сдаются абсолютно-абсолютно пустыми. Редкие единичные случаи, когда квартиры сдаются уже с мебелью, с техникой. С техникой я вообще даже такого не припомню. В 99% случаев у вас будет абсолютно пустая квартира. Вам туда нужно все еще купить. Ну, разве что кухня у вас будет и сантехника. Плюс специфика не только Тель-Авива, но и всего Израиля. Маленьких квартир практически не существует. Причем в Тель-Авиве с этим ситуация намного лучше. Опять же, как я уже сказал, старые большие квартиры разделяют на много маленьких. Но в новых домах в Тель-Авиве уже есть как бы там двухкомнатные квартиры, потому что цены уже такие запредельные, что можно уже и, знаете, сокращать метра, чтобы люди могли себе позволить купить хоть что-то. Но только мы выходим за пятачок самого центрального Тель-Авива и все. Одна-двухкомнатные квартиры заканчиваются напрочь. Их просто практически не существует. Трехкомнатная квартира это тоже, можно сказать, меньшинство на рынке. Основная часть квартир это 4-6 комнат. От 70-80 метров квадратных и до 130-140. Это вот основная подавляющая 2 трети всего Израиля выглядит именно так. От этого цены на недвижимость еще, конечно же, вырастают. Вам нужно собрать намного серьезнее сумму, чтобы позволить себе купить свое жилье. Если говорить про метр квадратный, то периферия Тель-Авива это где-то около 10 тысяч долларов за метр. И центральная его часть около 13 тысяч долларов в среднем. Если же отъехать чуть-чуть на 5-10 километров в города-спутники, то эту сумму можно понизить вдвое. То есть где-то около 4-6 тысяч долларов за квадрат. Если мы говорим о покупке полноценной квартиры, то в Тель-Авиве это обойдется минимум в 600 тысяч долларов. И где-то до полторы тысячи миллиона. Я, видите, я даже заговариваюсь. Миллиона, ребята. До полутора миллионов долларов это не предел. Это вот просто вилка, в которой тусуется основное количество квартир. В пригороде планка понижается от 500 тысяч долларов. Опять же, это минимальная цена входа. До где-то 700 тысяч долларов. Хорошо, мы не хотим покупать. Мы хотим просто приехать и арендовать квартиру. В Тель-Авиве для полноценной квартиры, не для студио. Нужно 1900 долларов минимум. И до двух с половиной. Это вот, опять же, вилка цен. В пригороде цена опустится до 1100-2200 долларов за полноценную квартиру. Ну и раз уж я примерно подсчитал, сколько мы конкретно тратим в месяц, то давайте немного это расшифруем. Значит так, квартиру мы снимаем за 1550 долларов по нынешнему курсу. И это для четырехкомнатной 90-метровой квартиры очень дешево сейчас. Вы знаете, я живу не в центре Тель-Авива, я живу в агломерации, город Петахтиква, город-спутник Тель-Авива. На обслуживание самого дома и придомовой территории у нас уходит еще по 100 долларов в месяц. Причем, что у нас в доме в принципе ничего нет, кроме подземной парковки с лифтом, который спускается прямо в нее. Ну это стандарт в Израиле. Больше ничего нет, никаких спортзалов, никаких детских комнат и даже велосипедные комнаты у нас нет. Одна из основных статей расходов коммунальных в Израиле это всегда электричество. Но конечно электричество, вы знаете, зависит от сезона. Так что когда мы не используем кондиционер, а это значит не зимой и не летом, то есть осенью и весной, то это получается около 70 долларов в месяц. Когда же мы используем кондиционер, это наверное 2-2,5 месяца летом и столько же месяцев зимой без перерыва абсолютно. И выходит около 200 долларов в месяц. Также многие знают, что в Израиле существует такой муниципальный налог под названием Арнона. Это налог, который вы платите в зависимости от метража вашей квартиры в мэрию. То есть этот налог не платит хозяин квартиры, а платит именно тот, кто в ней проживает. Окей, в Тель-Авиве Арнона одна из самых низких в Израиле вообще, как ни странно. Понятно, что все зависит от метража, но в среднем где-то 100 долларов в месяц. При городе же Тель-Авива наоборот, будет Арнона выше. Ну вот так это все вот тут происходит. По моим подсчетам это где-то 180 долларов в месяц. Если взять в общем, в общем, все наши коммунальные, конкретно наши, у меня вышла сумма приблизительно в 450 долларов в месяц. Продукты. Продукты и вообще закупки из супера. На самом деле это такая супер холиварная тема каждый раз, когда я снимаю наши покупки, распаковки. Есть куча людей, которые нам пишут, что вы не там покупаете, вы не то смотрите, а в нашем дешевле и так далее. У нас не самый дорогой район, мы ходим не в самые дорогие супермаркеты. Я считаю, что мы покупаем по приблизительно средней цене по Израилю, но при этом, как я сказал, мы не экономим на продукты, мы редко смотрим на цену, но цены мы знаем. И да, сумму, которую я смог подсчитать, она включает в себя все покупки в супермаркете. Комплексно. Я просто не могу отделить отдельно продукты и отдельно там бытовую химию. Но в основном это да, продукты, химия, мясо, базар, если туда добираемся. Конкретно у нас выходит приблизительно на 1300 долларов в месяц. Ну, вот такая вот цена. Жируем. Так, что у нас дальше из больших трат? Конечно же, машина. Машины в Израиле исторически всегда стоили мега дорого. То есть налог на машины, он сейчас разный, он зависит от множества факторов, но может доходить до 90% от стоимости самой машины. И, например, у нас Honda Civic, смотря где, как говорят, такая новая из салона сейчас стоит 43-44 тысячи долларов. Обычная, без наворотов. Абсолютно столько же стоит Toyota Corolla или же Volkswagen Golf. Порядок цен вы понимаете, да? Спасает только то, что на машины повсеместно существуют разные кредиты, рассрочки и по факту этим пользуются все. Стоимость же содержания машины каждый месяц. Я когда-то несколько лет назад считал, сколько тянула моя предыдущая машина. Это у меня выходило где-то в 650 долларов в месяц. Но по нынешним отчетам журналистов, вот сколько потребляет обычная семья, там указана сумма где-то в 900 долларов. Я думаю, что истина, она где-то вот посередине, то есть долларов в 750 и выше. Это, конечно же, без учета самой рассрочки на машину, но учитывая бензин. Израильтяне в основной своей массе, как я считаю, кушают, питаются дома. В Тель-Авиве ситуация немножко другая. Там много молодежи, которая постоянно питается фастфудом снаружи. Это другая история. Сколько же стоит уличная еда, типа какая-нибудь шварма или салат, в районе 15 долларов? Возможно, вы найдете где-то что-то дешевле. Но вы же не возьмете только шварму, вы к ней возьмете какой-нибудь сок запить или воду, или же кока-колу. Вот у вас выйдет в итоге 15 долларов. Если же вы пойдете в ресторан средней ценовой категории, это будет не что-то пафосное, абсолютно обычное, у вас выйдет от 50 долларов на человека. То есть сходить вдвоем – 100 баксов. В ресторанах же с большой буквы, в которой вы не ходите каждую неделю или даже каждый месяц, то чек будет где-то от 100 долларов на человека. Вот журналисты в списке трат на семью из четырех человек закладывали сходить 4 раза в месяц в ресторан, кафе или же парк развлечений – 650 долларов. Так что вот так. Некоторые вещи могут стоить в 2, может быть в 3 раза дороже, чем в ваших странах, а некоторые могут стоить и в 10 раз. Заранее никогда не угадаешь. Это все, конечно же, совокупность факторов. Налоги на ввоз, налоги на покупку, растаможка, популярность товара внутри Израиля, конкуренция какая есть – это все влияет на цену внутри страны. Ну и плюс ко всему у нас очень дорогая рабочая сила. Поэтому везде, где задействованы человеческие руки, будет стоить сразу очень дорого. Например, просто вызвать себе мастера, чтобы он что-либо посмотрел дома, будь то сантехник, прочистить трубу – это будет что-то около 80-100 долларов. Недавно мы вызывали мастера по кондиционерам, по знакомству, кстати. Это стоило нам 80 долларов. Мастер не сделал ничего, просто посмотрел и дал свой совет. Конечно же, если бы мы чинили, то это бы вошло бы в стоимость починки. Мастер сказал, что он ничего не может починить тут быстренько, и сам визит стоил 80 долларов. У нас уже долгое время постукивает стиральная машина, мы не будем даже пытаться ее чинить. Ну, разве что я сделаю это своими собственными руками, я уже посмотрел кучу туториалов на ютюбе. Но нам легче будет купить новую стиральную машину, чем за треть или даже половину стоимости от новой чинить старую. И так делает большая часть израильтян. То, что касается мастеров, починки, каких-то базисных абсолютно вещей, что, возможно, делают в ваших странах, в Израиле это жутко дорого. Как же вы тут живете? Как это все возможно вообще? Ну, тогда напоследок поговорим про зарплаты, потому что вы же получаете. Да, мы действительно тут в Израиле получаем. Итак, минимальная зарплата в Израиле, она действительно минимальная, это действительно соблюдается. Сейчас с этим курсом доллара составляет 1680 долларов или же 9.2 долларов в час. Возможно, вам покажется, что это какая-то космическая просто цифра. Но на самом деле Израиль по минимальной зарплате занимает только 15 место из 36 среди стран OECD. То есть среди развитых стран средняя зарплата сейчас по Израилю это где-то 3600 долларов. Но что такое средняя зарплата? Да, это как средняя температура по больнице. Намного более показательно медианная зарплата. Эта зарплата вот ровно посередине. Ровно половина количества людей в Израиле получают меньше. И ровно другая половина получает больше. Так вот, медианная зарплата в Израиле на данный момент это 1900 долларов. Ну и напоследок, кто же тянет вверх наши зарплаты, кроме всяких начальников высшего звена, чиновников и так далее, это IT-сектор. Это наш знаменитый хай-тек, как называют его. Средняя зарплата сейчас в IT-секторе, бруто, без учета налогов, около 8000 долларов. Если учесть налоги, опять же, как я сказал, это все индивидуально, зависит даже от вашего семейного положения, 5700-6000 долларов. То есть теперь вы понимаете, что самому нужно быть айтишником и жениться или выходить замуж тоже за айтишника-айтишницу. Вот тогда у вас будет все нормально. Но если же вы по другую сторону баррикад в медианной зарплате, для вас все довольно плачевно. Если посмотреть на сайт Намбео по ценам Тель-Авива, и внизу есть комментарии тех людей, которые оставляют именно информацию об этих ценах. Буквально все до единого пишут в комментариях про конкретно Тель-Авив, что это безумно и неоправданно дорогой город. Почему мы говорим неоправданно? Потому что цена, она всегда предполагает какое-то качество, количество и качество. К сожалению, именно в Израиле вот это соотношение, оно очень сильно страдает. Это самый большой камень преткновения. Покупательская способность, она есть. Она не такая, как в странах OECD. На самом деле, по рейтингам этой покупательской способности, мы плетемся в конце страны OECD. Так что, заканчивая это видео, подведем итог. Тель-Авив и Израиль, в общем, действительно очень дорогое место с множеством оговорок. Тут действительно можно много заработать и все эти деньги тут же и потратить. Спасибо, что досмотрели. Надеюсь, вам было полезно. Поставьте обязательно свой лайк, напишите свой комментарий, что вы думаете об этих ценах. Возможно, сравнение с вашими городами и странами тоже будет интересным. Поделитесь со мной вашими впечатлениями, куда все это идет и опустятся ли здесь когда-нибудь цены. Ну, хоть на что-то. И подпишись на канал, если тебе нравится эта тематика и нравится это видео. Спасибо большое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok